Открываем дверь и резко нападаем на пограничника! Ха-ха-ха-ха-ха! Всем хай! С вами Юджин и сегодня, друзья, мы играем с вами в игру, в которую я хотел довольно-таки так давно уже поиграть. Она находилась у меня в стиме в вышлисте, и наконец-таки я ее купил. Она называется Contraband Police. Мы будем играть здесь не за контрабандиста, как могли бы вы подумать, а за пограничника, который будет досматривать различные автомобили, возможно, отверстия тел. Людей, которые будут пытаться пересечь границу. Не дай бог, они будут иметь с собой нечто запрещенное. Я буду строг, суров и не факт, что справедлив. Короче, я как минимум один выпуск хочу поиграть, посмотреть, угарнуть, может быть, мне понравится, может быть, вам понравится. Тогда мы будем уже думать о продолжении. Это литературный вымысел. Игра вдохновлена реальностью, но все имена событий являются вымышленными. Погранпост Карикатки. Акаристан, 16.04.81 год. Это вымышленные места? Просыпайтесь, товарищ, скоро будем на месте. Опа, везут нас на пост, видимо. Так, олень пробежал. Это знак какой-то. Парни поспорили на ящик водки, что вы и недели не продержитесь в этой дыре. Но комиссар почему-то в вас верит. Лучше выполняйте все его приказы, иначе кончите как розников. Бедняга, он просто хотел немного подзаработать. А-а-а. Он был не чист на руку, да, взятки брал. Надеюсь, мы тоже сможем это сделать. Ладно, вот и добрались. Как можно скорее доложить комиссару. Удача. Конечно же, удача. Это самая настоящая удача. Место глушь, никто не смотрит за тобой. Коррупция будет процветать. А где? Кому доложить? Так, постовой репнин. Не важно. Он не важен. Так, хорошо, как нам пройти? Мы не можем пересечь границу, нет. Все, мы пересекли ее. Приветствую, товарищ. Мы вас ждали. Добро пожаловать на погранпост Акаристана в карикадке. Карикадка. Я комиссар Андреев, и я введу вас в курс дела. Он даже не выйдет ко мне. Для начала зайдите в офис и возьмите информационное досье. Очень-очень браво нас встречает, так бодренько. Информационное досье. Теперь откройте информационное досье и загляните в должностную инструкцию. В ней содержится правило проведения досмотра и предоставления права на въезд, а также описание страны автомобилей. Ну давай, гоу. Смотрите, проверка документов. Нужно сверить имя, фамилию, нужно срок действия посмотреть, номер паспорта, фото, акаристан, траля, немножечко информации о местности. Здесь есть медведи, это наш флаг просто. И еще один флаг, это, а, это разные, разные регионы, разные республички, да, и разные автомобили. Окей, понял. Отлично, давайте приступим. Как ты понял, что я посмотрел все? Опустите рычаг, чтобы пригласить первого водителя на пограничный контроль. Пойдемте. А погодите, а то что такое? Почтовый ящик? Газета. Раскрыто сотрудничество с террористами. Николай Розников, начальник пограничной охраны карикадки, обвинен в сотрудничестве с бандой контрабандистов и приговорен к 10 годам принудительных работ. Прокуратура начала следствие по делу о коррупции в полиции. Продолжаются допросы шестерых лиц, связанных с Розниковой. О, мой гот. Не испугают, либо наоборот вдохновляют. Мы не совершим ошибок Розникова. Это не в том плане, что мы не будем коррупцией заниматься, а то, что мы будем заниматься очень аккуратно. Давай, въезжай. Стой! Что за бакимбарды? Что? Стой! Стой, я сказал! Так, быстро открыл капот. Для въезда в Акаристан водитель обязан предоставить комплект действующих документов. Потребуется предъявить документы. Потребуется предъявить. Я специально поднял капот, чтобы он не видел, куда едет. Приезжий. Ты не здешний. Мы тебе здесь не рады. Багажник открыл. Что-то здесь подозрительно пусто. В смысле? Ты хочешь сказать, что ты едешь без вещей? Вообще по нулям, да? Нет, 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 нет. Так не нравится. Это не годится. Открыл бардачок. Багажники нет. Здесь бардачки нет. Опа, я сел к нему. Потребуйте предъявить документы. Что-то он там бесится. Сидим, смотрим. Полазим сейчас везде. Прямо можем по всей машине полазить. Так, что у нас здесь? Ага, ага. Нигде ничего не зашито. Под козырек заглянуть. Не открывается. Стоп. Не видно. Сейчас пока еще день. Не знаю, работает ли фара или нет. Так, вышел. Документы, пожалуйста. Я не понимаю по твоему языку. Снова откройте свое информационное досье. Теперь используйте автоматическое устройство слечения, чтобы... А, слежение, видимо. Чтобы проверить правильность данных водителя в обоих документах. Карта гражданина. Борис Умитенко. Не забудьте отметить данные ошибки в отчете о досмотре. Ну нет пока ошибок. Ну все нормально. А, вот отчета досмотрим. Из всего этого бла-бла-бла я прочитал только одно. Отметьте хотя бы одну ошибку. Давайте найдем эту ошибку. Ну хотя бы одну. Итак, имя, фамилия. Ладно, это слишком очевидно. У него все в порядке. Здесь соответствие идеальное, к сожалению. Ооо, я так хот... Срок действия, погодите. Срок действия. Ога! Срок действия. Ты сядешь надолго у меня, мужик. Ооо, надолго. Не подходит для сравнения. Все подходит. Ну то есть просто оно не подходит. Пора принять решение. Этот водитель имеет право пересечь границу. А? Сейчас такая музыка должна играть, как в... Кто хочет стать миллионером? Не понял, а как это сделать? Как его отказать? Секунду, погоди. Давайте осмотрим его машину еще раз. Видите, что? У нас же есть всякие приспособления. Ну-ка полезли. Так, так, так. Я чувствую, что в тебе что-то неладное. Я знаю это. Ну а давайте попробуем. Досмотр завершен. На этом все. А, вот. Выезд запрещен. Вот тебе в паспорт. Только не это. Доку сел обратно. Поехал домой. Вали к себе. Опа! Автоматические двери. Хуй сегодня год. Что за технология? Нет, это решение было неверным. Пригласите следующего... Погодите. В смысле? У него документы не соответствовали. Или я что-то неправильно сделал. Я новенький. Так, въезжай. Там же был срок действия неправильный. По традиции начинаем с открытия... Опа! Мотор с этой стороны. Все иностранные граждане должны также предъявить действующее разрешение на въезд. Посмотрите этого и еще нескольких водителей. Боже мой. Ну ладно, здесь хотя бы есть какое-то барахло. Фляга, покрышка. Позвольте, я залезу к вам. Ладно. Я сказал, я залезу, хорошо? Мы на нашем пограничном контроле любим устанавливать очень тесные коронки. Так, с нашими посетителями. Смотрите, я смотрю сквозь него. Я досматриваю его глотку. Я досматриваю его внутренности. А что в штанах у вас, а? Достаньте. Какой-то большой предмет. Нет, мне показалось, очень маленький. Полезли назад, смотреть. Ничего нету. Ладно, скажите, сэр. Что у вас с документами? Сначала возьмите документы у водителя. Но я хочу взять. А, я должен выйти из машины сначала, чтобы взять? И он вышел. Ну давай. Прости, я свечу тебе в лицо. Это нехорошо. Предъявите, пожалуйста, документы. Это необходимо. Либо ты где вообще, по-твоему, находишься? Это пограничный контроль. Смотрим. Что? Что? Зачем бороду сбрил? Смотрелся гораздо мужественнее с этой бородой. Ну ладно. Погодите, опять, опять срок действия паспорта не подходит для сравнения. А-а-а! Блин, это разрешение на въезд. То есть у него есть разрешение до 29 сентября. А срок действия паспорта до 27 сентября. Сейчас 16 апреля. Ну типа он как бы может, получается, проехать, да? Как ему дали разрешение на въезд до 29 сентября, если у него паспорт заканчивается 27-го? Чего я не понимаю здесь? Много чего. Итак, ладно. Имя. Хорошо. Данные паспорта. О-о-о! Погодите. 812N. А здесь G. Да ты чё? Ты чё? Злостный нарушитель. Посмотри только на это. Несоответствие. Номер паспорта не соответствует. Фото. Блин, ну я не знаю. Это вообще другой человек, посмотрите. Ты уж если фоткаешь с бородой, будь добр, носи её до окончания действия паспорта. Минус 100 долларов откуда? Ааа, я вложился в акции и сегодня свеча вниз пошла. Блин, с тобой тут отвлёкся. Знаешь, что я тебе скажу? У тебя ещё и фото не соответствует. И просто гали мое фото. Мне не нравится. Поэтому давай-ка ты поедешь домой. Надеюсь, сядешь там в тюрьму. Ой, делайте ошибку. Тише. Сейчас я сейчас залезу к тебе в машину и поясню, что значит ошибка. Давай, езжай. Всё, поехали. По пути домой я тебе расскажу о всех твоих ошибках. Ты что, будешь просто на меня так смотреть? Хочешь переглядеть меня? Ладно. Счастливого пути, сэр. Давай, гоу, следующий. А, ну стой. Результаты досмотра. Плюс 100 долларов. Отлично. Идеальный досмотр. Ты слышал, что я сказал? Я идеально досматриваю. Так, здесь нет крови. Добрый день, завали. Я досматриваю тут всё, между прочим, а ты мешаешь. Ага, 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 ага. На механике ездишь, да? А чё автомат себе не взял? Гораздо удобней. Так. Фары работают. У вас фары работаются? Я такое ощущение, как будто я техосмотр делаю. Прекрасная машина у вас. У нас никаких повреждений, видимых, нету. Масло в порядке. Я бы тормозные колодки вам заменил. И повесил бы ёлочку освежающую, чтобы приятно пахло в салоне. Ладно, давай документы, я шучу. Берём, смотрим. Заур 2 ли? Соответствуешь. Соответствуешь. Туризм. Национальность объединённый ралли у него. Знаете, дата рождения? 51-й год. Значит, срок действия, значит, у него 12-го октября 81-го. А с чем это там можно сравнить? Вот с этим, может быть? Соответственно. А, он турист. Фото паспорта идеально соответствует. Слушайте, я так вам скажу, что, ну, вообще идеально всё. Однако, надо по автомобилям посмотреть. Что за автомобиль у него? Варила 4 на 4, что ли? Хорошая машина. Не прожорливая. Не, ну, нормально, давай, проезжай. Всё, хорошая. Большое спасибо, до свидания. Фары ты включи. Фары включи. Вот тебе дверь. Нахал, закрыл. Отлично, 100 баксов. Походите, у меня же уже было 100 баксов. Почему снова 100 баксов? Я теряю деньги. Непонятно на чём. Привет. Вот, вот ты супер неподозрительный. И музыка такая заиграла. Ну-ка, вышел. Он злой какой-то. Он что-то в брови свои хмурит. Ну-ка, давай посмотрим. Погоди. Осман Бадран. По имени всё окей. Документы нормально. Срок въезда. Нихрена. Ты же не можешь даже въехать сюда. Так, быстренько смотрим по машине. Ты явно кого-то убил. Явно кого-то убил. Вы ничего тут не найдёте. Заткнись. Умничаешь тут, а? Слишком уверенно себя ведёшь. А фары-то у тебя работают? Я не вижу, погоди. Фары работают. Сойдёт. Хорошо. Знаю, что я тебе скажу, осман? Ты не пройдёшь! Вы совершаете большую ошибку. И давай мне тут не умничай. Садись и езжай. Чё ты бибикаешь, а? Вот тебе. А-ха-ха. Я сорванец. Вот. 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 Убирайте с дороги. Да пошёл ты. На тебе, я буду открывать. Я булю тебя. Я хулиган. Вы сегодня неплохо справились. Было не так уж и сложно, правда? Теперь вам полагается отдых, наконец-то. Давайте, вызывайте мне девушек. Я готов отдыхать. Что? Это всё? Ну, буду отдыхать с ребятами, значит. Сон восстанавливает уровень вашего восприятия, необходимый для сравнения документов. Ой, я очень утомился. Итак, правильные досмотры 3, неправильный 1, содержание собственности минус 60, зарплата сотрудников 75. Я плачу зарплату? Здравствуйте, товарищ, меня зовут Юрий Петров, я заместитель комиссара и буду руководить вашим вторым днём обучения. А зачем нам второй персонаж-руководитель? В последнее время наблюдается повышенная активность контрабандистов из банды Аберанкова. К счастью, наша разведка этим уже занимается и будет регулярно предоставлять вам необходимую информацию. Теперь подойдите к информационному счету. Каждая записка касается конкретного контрабандиста. Найдите все, что соответствует описанию. И помните, ни один контрабандный товар не должен пересечь границу Акаристана. Хорошо, можем начинать. Пригласите первую машину на досмотр. Она же едет. Нервничаю. Контрабандист 2, один из наших осведомителей в банде Аберанкова, получил ценную информацию о доставке очередной партии контрабанды. Возраст водителя 45. Хорошо. И здесь ещё есть информация. Мы подозреваем, что водитель, который вчера не остановился для досмотра, попытается пересечь границу. Часть регистрационного номера 85КК. Так вот же он. Он прям вот тут стоит. Это контрабандист у нас, прикинь. Я тебя сразу прям сейчас задержу. И давай, иди в ловушку. Эх, ты зря сюда ехал. Смотрите, очки одел, такое весь в беретке. Прям как будто бы... Сама невинность, сама невинность. Ага, похоже, у нас есть подозреваемый. Попросите его выйти из машины, чтобы обыскать кабину. Так. Вышел. Нервничает. Контрабандист отмечает места, где спрятаны контрабанды знаком змеи. Однако он виден только в ультрафиолетовом свете. Эй, как тебя зовут? Покажи. Эх, Бахри, видишь, вот это вот у меня спетится? А вот это? Ты понимаешь, да, что я сейчас буду делать? Змейку искать. Найдите знак змеи на одном из кресел. Для начала нам понадобятся инструменты, чтобы извлекать контрабанду. Погодите, но я еще не нашел. Ага. Ну все, ну все, ну все. Жди меня здесь. Нож. Используйте нож, чтобы разрезать его. Реально можно? Игра проиграна. Бахри, Торияки, умер. Ты кто такой? Может, ты главный персонаж? Ладно, ладно, все. Играем по-нормальному. Берем нож. Подходим к машине. Садимся. Заходим сюда. Открываем дверь. И резко нападаем на пограничника. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Потому что я заодно с ним. Максим и фумер. Тут все персонажи очень важны. Так, ладно. Будем играть по-нормальному. Берем нож. Ха-ха-ха, я опасен. Давайте резать сиденья. Так, так. Ой, штраф за это дают? Типа я должен ему оплатить салон? Да ты же контрабандист. Ладно, я здесь порежу. А, хорошая работа. Вы нашли свою первую контрабанду. Нифига себе. Запрещенные вещества, значит. Заглянем под капот. Здесь, скорее всего, пригодится фонарик. Внимательный глаз тоже. Давай. Опа! Помните, что контрабандисты бывают очень изобретательными. Ну-ка. Ну, тут тоже могло бы, чувак. Не кричи. Могло быть. Согласись. Да, да, да. Здесь очень может быть повсюду контрабанда. Сам ты курва. Так, хорошо, хорошо. Здесь контрабанда нет. Это хорошие новости, чувак. Ой, у меня нож сломал. Нож сломался. Ребят, дайте новый нож. Хорошо, здесь ничего не помечено. Пожалуйста, ваши документы. Итак, Бахри Тарияки. Паспорт. Совпадает. Срок действия. Идеально. Но все остальное ужасно. Очень много контрабанды. И еще ты ездишь на спущенных колесах. Что опасно. Поэтому, пожалуйста. Погоди, неважно. Я же забыл в бардачок заглянуть. Ага, все нормально. Можем мы подбросить просто то, что мы нашли? Конечно, можем. Давай, берем. Вот это что, а? Это что такое? Я тебя спрашиваю. Ты, значит, употребляешь? Значит, ты сейчас у меня употребишь все эти пачки. Все абсолютно. Давай, бери. Бери. Это воспитательный процесс, друзья. А еще в бардачке ничего нет у тебя. Поэтому давайте подкинем такие. О, что это мы еще и нашли в бардачке? Ты арестован? Никакой ошибки нету. Помещение для задержанных. О, круто. Здесь содержатся преступники. Улучшайте тюрьму, чтобы повысить... Я думал, сейчас будет повысить комфорт. Нет, чтобы повысить вместительность. Наймите тюремного охранника, чтобы предотвратить попытки побега. Нифига себе. А где задержанный? О, ты уже приоделся, да? В нашу униформу. Ну, не в нашу, а в униформу нашей тюрьмы. Значит, у тебя тут зубная щетка есть. Смотри, губка. Горячая, холодная вода. Возможно, перепутанная. Будьте аккуратны. Возможно, это горячая. Такое часто происходит. Это тебе сухой паек. Ну, давай, спасибо, что выбрали нас. Джонни тебя оформит, а я пойду дальше заниматься делами. Это ваш склад. Здесь вы храните перехваченную контрабанду. Инструмент, оружие и тому подобное. Хорошо, здесь вы можете оставить свой инструмент, оружие. Окей. Давайте все это сюда. Теперь попросить офицера Максимова избавиться от оставленной машины. Ай! Ты что стоишь здесь? Иди оформляй, чувака. Максимка, пожалуйста, убери машину. Существуют разные типы инструментов для вскрытия определенных типов тайников. Обивку машины и другие тонкие. Окей, все это можно делать. Пойдемте, возьмем целую кучу инструментов, сразу все. Возьмем нож, возьмем топор, возьмем лом. Вилы! А факел будет? Получив эту информацию, вы можете вернуться к досмотру машины. Хорошо, погодите. У нас еще есть возраст водителя 45 лет. Давайте сразу его с вилами встречать. Стой, стой! Ты демон! На вид тебе лет 45. Давай-ка ты документы предъявишь. Давай, вилами наколю. Так. Рейси Бальси. Расим. Опа! Ну все. Ну тут, извиняй. Дата рождения 21-го года. Сейчас 81-й. Ты что, 60 лет хочешь сказать? Ты очень молодо выглядишь? Лет так на 45. Говори точно, сколько тебе лет? Он сказал 45. Ну-ка выходи из машины, давай, значит. А, ой. Все. Все, он простил меня. Давай. Выйди из машины, а? Помню, у меня вилы. Я очень опасен. Я тебя только что пырнул. Я чертовски опасен. Вернитесь в машину. Он вернулся. Выйдите из машины. Это упражнение на подчинение. Ладно, ладно, пока не важно. Давайте, во-первых, ты не можешь пройти, к сожалению, твоему. Ты даже, у тебя все, все пошло не так. Вообще все. Вы контрабандисты, документы-то хоть проверяйте, господи. Полезли в салон. Сейчас мы тут разберемся. Ничего, ничего, ничего. Жди здесь, мужик. Сейчас мы тут посмотрим. Окей. Додумались не рисовать змею. Молодцы. Рисовать змею, чтобы, как будто они не знают, что там есть у ребят пограничников ультрафиолетовый инструмент. Ну, очень глупо, я считаю. Погоди, нет, нет, нет. Я просто пытаюсь проверить на наличие контрабанды. Так. Пара нахрен. Вилы, я так понимаю, чтобы проколоть шины. Э, слушай, сэр, это всего лишь моя работа. Не надо возмущаться здесь. Я проверяю на контрабанду. Ладно, походу, здесь контрабанды нет. Тут у него просто проблемы с документами. Все, все. Въезд запрещен. За что? Да ты видел свои документы? Заедь в аптеку. Плечо подлатай, окей? Все, давай. Удачи. Хороших тебе дня. Ну что, следующий, кто там у нас? Результаты досмотра. Обоснованный отказ. Отлично, сотку заработали. Вот это что у нас такое? Давай, сэр. Привет, я тебе что, друг что ли, а? Братан твой что ли? Что за, что за панибратство какое-то здесь? Давай-ка ты выйдешь из машины. Радный, давайте я виллу беру, возьму нож. Не знаю, в чем ты чувствуешь себя комфортнее, когда я стою? Мне пофигу на твой комфорт. Мне нужны твои документы. Погодите, ему 33. Значит, а тот чел, по описанию, лет 45. Окей, паспорт соответствует. Соответствует, ну, по-моему, все хорошо. Единственное, что это очень важно. Я осмотрю ваш салон, если вы не против, сэр. Вы ничего тут не найдете. Это мы сейчас посмотрим еще. Может быть, ничего не найду. Может быть. Может быть, может быть. А может быть, не может быть. Так. Оп, бу! Здесь я тебя напугал. Так, ну, нету, нету здесь ничего. Давайте просто досмотр завершен. Я думаю, ему можно разрешить въезд. Все, давай, бывай. Он проехал, давайте, результаты. Правильный досмотр, идеально. Сотку дали мне за это. Проезжай, друг мой. Проезжай из машины, сука. Слышишь, музыка, музыка. Опа, ну-ка, документы. Угу, ага. Имя, нормуль, все нормуль. Погодите, что за карта? Лесопилка по грам... Вау. Лесопилка? Мы с топором можем пойти дрова нарубить? Погодите. Ему 46 лет. Что-то он... Глазами туда-сюда мелькает, а? Ссыкует немножко. Ну-ка, пожалуйста, выйди из машины. Нет проблем, да, говоришь? Нет проблем? Сейчас мы посмотрим, есть ли проблема. Я решаю здесь, есть ли проблема или нет. С фармами реально проблем нет. Ааа! Блин, я в ярости! Ааа! Я в такой ярости! Что это у нас тут за прещеночка? Возьмите эти деньги и пропустите меня, окей? О, погоди. Какие деньги? Сколько ты предлагаешь? Сколько? Сколько здесь? 390? О, там чувак смотрит. Вот, отвернулся, курит. Аа, погоди. Э! Куда деньги дал? Дал обратно мне. Предложи, пожалуйста, сэр. Не предлагает больше. Оооо. Какой голимый сегодня день. Смотри в другую сторону, пожалуйста. Ты мешаешь, ты мешаешь работать. Блин, слышь, ты уверен, что ты не хочешь больше мне предложить? Я, я готов. Я готов рассмотреть твое предложение. Я вынужден проколоть вам шины, сэр. Вот, видали? Вот почему я к тебе пристал. Найдена контрабанда. Смотрите, что, а? Негодяй, негодяюшка. А это что такое? Тут понадобится монтировка. Почему ко мне пристали? Так. Окей. Вот. О, боже мой. Это ж просто... Ты с ума сошел так много всего вести? Сэр, ну и... Я не знаю. Я даже не знаю, что сказать. Я разочарован. Ну все у вас хорошо. Вот реально, никаких просто вопросов. Нету ни к чему. Ну только вы адски нарушили закон. Поэтому я вас арестовываю, вы понимаете. О, нет. Нет, он такой... Ему уже не впервой. Сейчас к другу тебя отведу, твоему новому. Надо было, конечно, взять бабло. Так много предлагал. Триста. Три дня рабочих, по сути. Ладно, знакомьтесь. Поскольку Бахри здесь уже давно, ты, Севин, его... Его шнырь. Понял? Все, удачи вам. И хорошего дня. Давайте все это дело сложим вот так хорошо. Эх, я устать. Ну что ж, я вполне доволен собой. Так, на сегодня это все. Отдохните как следует. Баю-баюшки. Баланс на сегодня 105. Накопление 45. Это значит, что у меня 150 долларов всего. Блин. Товарищ, нужно сводить немного места на посту. Поэтому сегодня вам предстоит прокатиться. Ваша задача перевести арестованных в трудовой лагере, доставить перехваченную контрабанду в отдел полиции. По дороге заскочите в магазин у Влада и купите инструменты для работы. Магазин у Влада. Окей, нужно отвезти этих ребят в полицейскую машину. Ребят, выходим на прогулку. Выйдите, пожалуйста, из камеры. Отлично. Теперь заберите контрабанду. А, так. У нас учет здесь. Давайте посмотрим. Осмотреть. В автомобиле лежит только топор дополнительно. Но мне-то нужно забрать вещи со склада. Всю контрабанду, пожалуйста. Вот это улов у нас за два дня. Все сложить. Похоже, вы готовы отправиться в путь. Садитесь в машину. А где заключенные? А, вот сидят. Надо просветить. Ага, ага. Смотрим, значит, так. Я борец с преступностью и с коррупцией. С произволом полицейским. Что у нас тут? Все нормально. Ладно, хорошо. Контрабанды здесь нет. Итак, карта у нас в трудовой лагерь. Аж сюда нужно ехать. Итак, поворот направо. И дальше едем все время прямо. Никуда не сворачиваем. Понял. Что там по музыке? О, лимбист. Эх, вот сразу сюда. Но мы не забываем, что у нас никогда нет по-настоящему отдыха. Стой. Извините, да, извиняюсь. Такая... Что? Негодяй. Я залезаю к тебе. Так, что у нас тут такое? Смотрим. Угу. Угу. Так. Я знаю, как это бывает. Раньше сам много путешествовал автостопом. Что? Нет. Господи, нет. Ты неправильно понял. Вот тебе за это. Нет. Что ты делаешь? Оно быстро стоп. Мыло возишь, да? И туалеты. Доставка унитазов. Да что ты вообще намекаешь своими гадкими дурацкими намеками? Так, смотрим. Сто пудов здесь контрабандист есть. Я захожу, понял? Не важно мне. Ну ты поехал? Стой, нет. Последний досмотр. Угу. 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 Ладно, здесь все чисто. Все чисто. Все. Просто внеплановый досмотр. Погнали. О! Можно камеру менять. Небольшую пробочку устроили. Ну как досмотр, извините. О, поаккуратней. О, экстремальное вождение. Я люблю это. Потому что пограничникам работать достаточно скучно. Я пытаюсь себя разнообразить как-то эти будни. Ааа, нет. Похоже, во время грозы провалило дерево. Мы не можем проехать дальше. Ооо. Возьмите топор. Ну конечно, я понял, да к чему вы клоните. Я понял сразу. Не бойтесь. Я сейчас расчищу дорогу. Пам. Так. Просто дезинтеграция. Он мне еще сигналит. Он мне еще сигналит. Оп. Оп. Пам. Оп. Пам. 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 Я не отвечаю за себя. Подохни. Подохни. Убийца. Ого. Ну меня же никто не видел. Ладушки, мы просто едем. Аккуратно. Все такие прирежные. Закон не нарушаем. Как вы там, а, бедолаги? Ааа. Извиняюсь. Засмотрелся на вас. Вы просто такие грустные, что у меня сама... Опа. Мы видим себя. Что-то я когда себя иначе представлял. Я думал, что я как чувак на заставке. Погодите. Сейчас тут кочки, ребят. Кочки. Оп. Соединяюсь. Простите. Кажется, нам сюда. Спасибо. Открывайте. Да, хорошо. Открывайте. Блин. Как неловко перед ребятами. Вы на месте. Остановитесь у ворот и отдайте приказ перевести всех заключенных. Так, приказываю. Всех заключенных забирай. Отлично. Нам всегда нужны новые пары рабочих рук. 200 баксов получил всего лишь. Опять же, я мог бы 300 сразу заработать. Вообще не парился бы. Окей, поехали в магазин у Влада. Так, а где магазин-то у Влада? Это куда нам нужно? Мы находимся вот здесь, нам нужно направо и следующий поворот налево. Включаем сирену, чтобы нас пропускали. Облава на магазин у Влада. Может быть, там тоже есть контрабанда, никто не знает. Надо всегда бдить. Уэу, эти контрабандисты, они очень находчивые, изворотливые гады. Так, здоров. Хочу, чтобы... Что, что купить-то я хочу? Ледоруб. У нас виллы закончились, так что я куплю, пожалуй, парочку вилл. Один ледоруб возьму. Лопату. И, о, вот это обязательно надо взять, естественно. Ну все, теперь пора нужно в отдел полиции доставить контрабанду. Это куда? Это можно сейчас поехать вот сюда, потом направо. И еще раз направо. Очень легко и очень просто. Я эти места уже как свои родные знаю. О, крутой поворот. Ну я вписался. Такая маленькая местность, я думаю, меня во все округи слышно просто. Такой я самый громкий и самый грозный контрабандист. Договорочка по Фрейду. Так, смотрите, ведь они все уступают мне дорогу, когда я с сиреной. Все. Уступил. Умница. Открывайте, друзья. Да е-мое, что я позорюсь перед ребятами все время. Тормозим. А он в порядке. Он в полном порядке. Меня за это не накажет. Прилег. Плохой работник. Тут надо бдить на складе-то вещдоков, а он спит. Так, хорошо, выходим. Кстати, тихо-тихо-тихо-тихо, тут шумит что-то очень. Фу, не могу, орет эта машина. Так, давай сдаем всю контрабанду. Прекрасно, 120 долларов. Отлично. Как, в порядке? Вот, надо как-то его, что ли, спрятать. Танос. Что здесь происходит? Погодите, что с реальностью творится? Здесь явно что-то не так. Это явно не история о пограничнике. Я не пограничник. А это не Акористану, боже мой. У пограничника начался экзистенциальный кризис. Что, если это все нереально?